здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала с вами таша муляры вы на моем канале ташины рецепты да 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 не жизнь без дублик на моем основном канале а ташины рецепты сегодня утро у меня сегодня утро это вообще звучит конечно потрясающе завтрак и мы с вами будем греть кефир да мы будем греть кефир для того чтобы сделать оладьи и мы сделаем пышные оладьи которые честно признаюсь достаточно долго у меня не получались потому что когда ты их жаришь либо они потом и опадают либо они получаются резиновые ну в общем короче да долгое время я была недовольна своими оладьями на моем основном канале таша муляр жизнь без дубли у меня есть рецепт этих оладий этому рецепту уже года три и я вас уверяю уже огромное количество людей делает оладьи по этому рецепту они у всех получаются пишут восторженные отзывы поэтому я решила повторить этот рецепт и на своем кулинарном канале ташины рецепты что мы с вами сегодня и сделаем я вас уверяю по этому рецепту у вас будут получаться изумительные пышные нежные потрясающие оладьи ну что давайте готовить состав продуктов прост и не затейлив пока мы будем взбивать яйца поставим греться кефир я беру стакан кефира и ставлю его на плиту на маленький маленький огонь периодически буду его помешивать кефир нам нужно разогреть чтобы он был чуть-чуть теплом здесь есть такой нюанс нельзя в этот момент отвлекаться потому что мы можем сварить кефир то есть сварить его не нужно он должен стать такой градусов 36-40 на этой температуре он еще не сварится но будет теплым теплый кефир нам нужен для того чтобы у нас произошла правильная химическая реакция и оладьи так скажем поднялись вообще честно говоря когда начинаешь разбираться и анализировать почему какой-то тот или иной рецепт у тебя не получается пока я беру два яйца точный набор англии состав продуктов напишу в описании к видео кто понимаешь что все дело в том что ты не ощущаешь продукте или не понимаешь химии процесса вот именно при приготовлении оладьев нам нужно понимать химию процесса и тогда все получится тем временем кефир у меня разогрелся он стал тепленький вот ведь и даже такая небольшая пенка у него появилась он может чуть-чуть по краешку створожиться это ничего страшного потом размешайте все будет в порядке все путь кефир стоит и от температуры ковшика еще немножечко подогреется значит я положил 2 яйца чуть-чуть соли добавляю добавляю 4 столовые ложки сахара ну мы просто любим сладкие оладьи если это не про вас то просто кладите меньше да у меня все спрашивают вот про эту посуду которая у меня на кухне это авторская посуда и автор к сожалению она ушла из инстаграма но в принципе если вам очень нужно я могу мои контакты написать присоединяйтесь ко мне в telegram и я вам напишу ее контакты то что очень многие хотят такую посуду правда удачно все теперь вот это все можно взбить блендером а можно просто вилкой мне вообще нравится оперировать вилкой это волшебная вилка в общем взбиваем вилкой смесь из двух яиц 4 столовых ложек сахара чуть-чуть соли да и чуть не забыла и ванильный сахар добавляем он придаст очаровательный аромат рецепт очень простой и действительно эти оладьи вот так вот походу сделать на завтрак очень просто теперь сюда же добавляем наш тепленький кефир я сейчас дальше объясню почему кефир должен быть именно тепленьким так перемешиваем и теперь начинаем медленно сюда вводить одну ну один стакан муки у меня вот эта чашка она 300 граммов ну 300 миллилитровая кружка поэтому можно либо стакан либо такой кружковой главное одинаковой емкостью мерить да то есть у нас вот такая чашка кефира мы берем такую же чашку муки и муки у нас будет полтора полторы таких чашек вот и начинаем на муку мы в принципе первый стакан можно достаточно смело сюда засыпать половинку мы будем медленно добавлять почему потому что разная всегда мука и по-разному она себя ведет и разрыхлитель тесто я беру один пакетик у меня здесь 10 граммов вот разрыхлитель я добавила можно сгашенной соды и тогда пол чайной ложки теперь смотрите я разрыхлитель чуть-чуть перемешиваю с мукой прям здесь и теперь я муку начинаю культурно так скажем вводить да то есть вот так вот культурника я вот это вот все перемешиваю ну я имею ввиду что не блендером а именно вилкой я перемешиваю чтобы у меня мука с кефиром и с разрыхлителем соединились друг с другом так скажем деликатно и оладьи остались пушистыми добавляю еще муки потому что жидковато то есть на стакан кефира полтора стакана муки и и вот теперь смотрите мы перемешиваем медленно аккуратненько и у нас начинает срабатывать разрыхлитель смеси с кефиром кефира это кислота кислая среда разрыхлитель это у нас щелочная среда потому что ну как правило он содержит соду или аналог от этого мы все помним уроки химии в школе в рецепте до рассказывала от этого происходят пузырики вот именно эти пузырики и сделают наши оладьи лишними и стабильными теперь вот видите у меня получилось такое тесто крутоватое но все-таки я же оладьи делаю не блинчики да если вы любите оладий которые вообще как без критики то можно еще муки добавить но но на мой взгляд вот такая консистенция это уже хорошо и правильно все мы вот это сделали теперь пусть она у нас буквально минут пять-десять постоит и после этого мы начнем жарить начинаем жарить кроме теплого кефира есть еще один нюанс на жарим мы на растительном масле и масло должно быть столько что паладе днем как бы ну не то что прям плавали а чтобы вот наполовину алла вот оладушек да вот предположим это его высота и вот где-то наполовину он был в масле тогда это тоже даст ему определенную пышность ну что начинаем жарить сейчас мы и поймем получится у меня что-нибудь про что вам тут рассказываю или нет вот посмотрите тесто получилось она видите по консистенции ну как такое тягучие и в то же время она достаточно пушистая то есть там вот эти пузырьки они в нем присутствуют в этом тесте накладываю я просто ложкой там не кстати здесь одна подписчица значит что написала что если класть вот так сбоку ложки да то оладьи получается овальные а если класть с кончика ложки то кругленькие сейчас мы с вами попробуем так ли это ну правда вот у этого более круглая форма да вот смотрите еще раз сейчас попробуем так возьмем вот так вот положим сбоку так овальненькая получается так а теперь возьмем и положим вот так и правда получается кругленькая так все положу сюда еще одну маленькую вот видите они как бы в масле находится но не плавают там а вот наполовинку в масле я жарю без крышки на среднем огне и переворачиваю два раза то есть вот сейчас я не переворачиваю я жду когда они вот там подрумянится и в это время они ведь вот начинают эти пузырики и они начинают приподниматься когда мы перевернем на ту сторону там будет сейчас волшебство приподнимания тесто пузырится потому что у нас там с вами идет химическая реакция между кефиром да то есть вот кефир и разрыхлитель соединяются и поэтому тесто пузырится так теперь вот этому переворачиваем и вот она прямо пошла на глазах у нас поднимается смотрите какая становится пышненькая и сейчас когда мы снимем я вам покажу что они у нас не опадут я переворачиваю вилкой мне нравится переворачивать вилкой мои постоянные зрители знают что я все мешаю вилкой ну вот такая я найти у каждого свои тараканы вот мне нравится вилкой это волшебная вилка смотрите какая красота у меня тут ну класс у кого началось слюноотделение кому хочется быстрее бежать делать оладьи пишите в комментариях красавчики еще раз акцентирую что без всякой крышки мы это делаем нам тут никакая крышка не нужно потому что крышка она даст конденсат конденсат из замокания и вот это все она тоже приведет к тому что они потом опадут оладьи а мы с вами делаем их именно толстенькими вы знаете вот мне иногда пишут что очень много болтовни в моих рецептах у меня есть разные рецепты есть короткие минутные шоцы ролики есть рецепты 2 3 5 минут а есть рецепты подлиннее ну потому что мне хочется объяснить процесс вот есть какие-то вещи которые действительно ну почему-то но в том числе у меня самой когда-то не получались и когда вот ты хочешь разобраться почему не получалось научиться делать вот опять с плюсом то все-таки нужно время чтобы это объяснить поэтому кому долго извините пожалуйста ну вот такой у меня формат краткость это не моя сестра как я говорю но надеюсь что вам нравятся мои рецепты они действительно сами по себе рецепты если разобраться они простые они с домашней кухни я рассказываю про то что я реально готовлю а не готовлю для того чтобы рассказывать вот это мое отличие вот смотрите они видите поджарились принципе при желании можно еще раз перевернуть если вы хотите по поджарить их другая сторона поднялась здесь уже сейчас ничего такого не произойдет на давайте подрумянием их чуть побольше и будем снимать все снимаю наши оладушки вот смотрите какие они пышненькие красавчики получились сейчас я все сниму и они у нас чуть-чуть полежат я пока поставлю вторую партию печься и мы потом посмотрим как через некоторое время выглядит оладьи опять же чтобы не опадали нужно их снимать ни один на другой а вот поначалу хотя бы чтобы они чуть остыли выкладывать их рядышком друг с другом тогда тоже под ними не образуется конденсат и они от него не опадают вторая партия жарится и жарю я на самом маленьком огне видите то есть если первую на среднем то сейчас я уже огонь уменьшила и в принципе этого достаточно то есть они у нас не должны гореть внизу а должны равномерно пропекаться чтобы прогревалась вот это вот масса но очень подробно объяснила и эти лежат вот видите все с ними в порядке какого размера мы их сняли такого размера они у нас с вами и лежат не опадают как и обещала сейчас разломе мы посмотрим переворачиваю вторую партию ну что а теперь давайте разломим оладушек который мы испекли посмотрим какой же он у нас внутри ну по моему прям красавчик смотрите пышное нежное тесто по структуре воздушная вот какие получились у нас с вами оладушки мне не терпится попробовать этот шедевр хрустящая корочка нежная прям бисквитная мякоть очень-очень вкусно сейчас достану себе сметанки черничного варенья и буду уплетать еще раз прошу прощения если мой рецепт был длинным пишите в комментариях если вы по нему пекли вам понравилось простите что я сглатываю потому что очень вкусно и до новых встреч на канале таши на рецепты а также наберите в поиске ютуба таша муляр жизнь без дублей и подписывайтесь на мой основной канал мы переехали из москвы на нашу дачу живем здесь постоянно и рассказываем про устройство благоустройство мы превратили дачный дом в дом для пмж живем здесь мужем постоянно у меня сад огород стройка русская печь вот она за мной видите какая так что зимой у нас будут рецепты в русской печи мы занимаемся дизайном нашего дома благоустройством все все делаем печу пику 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 готовлю жарю забираю грибы делаю заготовки жду вас до новых встреч на канале ваш тоже муля пока пока приятного аппетита это бэкстейдж главный поедатель оладий ну конечно же да да конечно слышите как они хрустят это просто посмотри они пушисты ну подожди пока ты показывал как они пушисты он хотел их съесть сахарок любят небольшими кусочками он любитель этих оладий для новых зрителей говорю это у нас сахарок порода акита и ну и у него кстати есть тоже свой канал называется сату великолепный кот компот так что заходите там редко сейчас выходит видео но именно процесс взращивания вот этого красавчика из щенка показан на этом канале со сметаной то он еще больше любит вообще сахарок у нас на натуральном питании он не ест корм и конечно оладьями мы его все время не кормим но если со сметаной да да это деликатес такой сату добряк и красавчик это плюшевый пёс видишь на руке ничего никакой сметаны не осталось скажи очень очень было вкусно хозяин очень хорошо но мало да ну еще 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 чуть-чуть еще чуть-чуть ну вот здесь вот осталось чуть-чуть субтитры